Дорога от дома к супермаркету Вдруг стала казаться настоящим приключением А мир вокруг неизвестным и таинственным Самые обычные вещи приобрели новые оттенки Прогулка в магазин в наших реалиях Уже дело не банальное, а причина выйти из дома Хочется насладиться свежим воздухом Оттого и выбираем новые маршруты, будто на экскурсии Где каждая деталь – музейный экспонат Я всегда обходила стороной сквер имени Ленина на моей улице Сейчас решила пройти через него Оказывается, здесь высадили новые деревья А вот уже рядом футбольное поле На заборе вокруг которого появились яркие рисунки Их я раньше тоже не замечала Стоило всего лишь пойти другим путем А как приятно выходить за покупками, если рядом море У некоторых через дорогу от дома Античные города или прекрасные долины Ох уж эти крымчане, повезло так повезло Наше небольшое село находится у подножья горы Бойко И я целыми днями могу наслаждаться тишиной, свежим горным воздухом А у меня прямо возле дома чудеснейшая бухта Я люблю ее с самого детства, но сейчас она особенно прекрасна Замечаешь больше прекрасного вокруг Вот, например, у меня под домом раскопки античных усадьб Жители высотных домов тоже не отстают Ведь, как говорят, красота в глазах смотрящего Будь то вид из окна на любимый двор или на стройку Немного юмора и... Я обратил больше внимания на эту стройку Я ее раньше не замечал Вот вам повод увидеть что-то хорошее В, казалось бы, уже привычных вещах Стоящий много лет на одном месте памятник В миг перестал быть неопознанным объектом А двор превратился в ботанический сад Недавно я заново открыл свой микрорайон По пути в магазин я заметил, что у нас есть замечательный памятник Воинам-интернационалистам Сейчас в моем дворе цветет тамариск Сирень голубая и фиолетовая Так еще больше можно влюбиться в родной район Или в участок соседа Там точно есть что-то интересное Спасибо соседям, которые построили себе дом с такой территории Слышите, птички поют Кайф же Наталья Жадько, Алексей Семенов Утро нового дня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин